Новосибирск Диалог 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 Будет превратить, как говорится, микрорайон в новый микрорайон, это комфортная среда проживания, это экологически чистый район будет у нас. И представьте, когда каждый год мы где-то что-то садим, это превращаем просто в сказку. Вы сказали, что учились на курсах и что до этого у вас соседки учились. Что это за курсы, как на них записаться, чему там учат? Можно записаться, прийти в администрацию Кировского района, можно подойти ко мне, записаться, когда эти курсы, потому что управление общественных связей, которое организовывает, они нам звонят и говорят, что там вот такой-то месяц набирают курсы, потому что они организовывают это. И мы, естественно, кидаем клич, кто хочет, жители, и туда идут. Вот, и я говорю, мы вот каждый год в течение пяти лет уже у нас жители как бы по два, по три человека, но в этом году у нас одна девочка, вот, как раз жительница 15-го дома. На курсах, да, там, во-первых, изучают даже просто растения, да, там, скажем, потом план, вот, как, например, план, где каждый человек, который пришел, да, он уже понимает, что он хочет где-то мечту свою воплотить в жизнь. Естественно, он план показывает, да, официалисту, вот я здесь хочу воплотить. И она начинает каждому человеку именно рассказывать, что можно посадить, как лучше, какие кусты, что приживается хорошо, ну, как бы, да, оно потом вырастет, да, вот эти кустики вырастет, какие они будут, какая обрезка, как обрезать, чтобы они дольше, ну, омолаживать кусты, это все-все рассказывает. Обучение, да, закончилось, план какой-то в голове есть у нового ландшафтного дизайнера. Дальше что требуется? Нужны же какие-то средства, чтобы закупить, там, деревья, кустарни. Это пилотный проект, нам, вот, помогла мэрия, да, вот это все закупила нам мэрия. Дальше мы, вот, как бы, например, я уже обратилась дальше, вот, к депутатскому корпусу, так скажем, и попросила, что осенью, ну, пообещали мне, да, что депутаты, ну, как-то помогут нам, да. Да, остальные жители, у них есть свои средства, у каждого дома есть средства, провайдерские, там, на содержание жилья, вот, эти деньги будут тратить, и, ну, делать они же, как каждый дом для себя, вот, эту красоту, это же, вот, передомовая территория, да, каждого дома, это 15-й дом, дальше, там, 11-ти дали. И свои средства будут вкладывать, а где-то мы будем помогать совет ТОСа. Расскажите, как вообще создавалась эта клумба поэтапно, то есть, как сюда выбирались деревья, как, вот, определялся общий дизайн? С помощью, вот, преподавателя Елены, они с Татьяной прорабатывали, какие деревья сюда, потому что здесь дома-то высотные, да, и тень падает, солнышка тут мало, вот, и они вместе в тандеме прорабатывали, что лучше сюда посадить. И, естественно, эти многолетники, да, вот, и они решили, пришли к такому единому мнению, и обратились в мэрию, и мэрия, вот, нам предоставила, как, вот, пилотный проект, как наша Татьяна Волкова выиграла, вот, по окончанию этого, этих курсов, вот, и все нам это предоставили. Руками здесь кто в итоге работал? Это только преподаватели ученицы или как-то там соседи? Нет, работали мы все, и были приглашены просто жители, но мы, так сказать, неравнодушных людей, мы же работаем давно, как бы здесь на микрорайоне живем, и мы знаем, кто уже, как бы, любит этим заниматься, мы приглашали этих жителей, да, они пришли и учились, прям задавали вопросы преподавателю, она отвечала, и мы садили, Кто-то деревце держал, она обрезала, кто-то садил, ну, еще мы обратились в управляющую компанию горские, она нам дала двух рабочих, которые делали, ну, такую тяжелую, не женскую работу, потому что, ну, в основном садим, как бы мы женщины, да, и нам интересно, вот, а двух мужчин нам дала управляющая компания. Как долго создавали клумбы? Это было несколько дней, несколько часов, как много сил на это ушло? Мы начинали с 11 и закончили в 3 часа, вот, ну, сил как? Да, знаете, как-то время прошло незаметно, было очень интересно, и, как бы сказать, сил, ну, не знаю, все ушли довольные, видно было, да, с таким позитивом, с настроем, что они будут применять возле своих это домов, и мы говорили, что мы поддержим и морально, и материально, и каким-то образом, ну, будем просить, говорю, как-то, и люди были, ну, люди готовы сейчас дальше продолжать, увидев эту красоту. Теперь, когда клумба готова, как-то нужно дальше за ней ухаживать, как-то поддерживать растения? Уже 15 дом они уже поливали здесь, вот видно, что сыро, да, будут подпушивать, поливать, ухаживать, конечно, а дальше, чтобы оно рассложивало, все поливается, все ухаживается. Графика никакого нет, потому что всегда в доме, ну, обычно 2-3 человека этим занимаются, ну, не все жители, дома тысячные, да, здесь, но все равно есть те люди, которые, ну, прошли мимо красиво и красиво, да, все равно вот именно тот костяк, да, вот даже Татьяна Волкова, да, ну, вот она и управляющая компания будет помогать здесь поливать. Что будет зимой с клумбой? Как-то следующим летом нужно будет что-то заново высаживать или из-за того, что многолетние растения, это просто снег растает, и можно снова любоваться? Да, это многолетнее растение. Будем смотреть, что с ним, как оно от снега отойдет, как бы растает, и будем смотреть, что, конечно, где-то обрезка будет, где-то уход может, где-то, не дай бог, пропадет, будем подсаживать, потому что, ну, нужно создавать эту красоту, дальше будем, вот, потому что, ну, по-другому никак, оно само не будет расти, нужно, чтобы оно аккуратно было, подрезка, уход, вот, питание. Что дальше в планах? Будут ли новые какие-то клумбы появляться или другие объекты? Да, ну, вот отсюда, если начиная, будем вот за дорожкой, будем все то же самое, как чтобы в одной стилистике, да, чтобы это была красота, ну, как мини-пласса, парк, да, на 11-м доме, да, вот, будем собираться старшими по домам и дальше разговаривать, потому что, ну, должна быть красота не только вот здесь, да, и вот зелень, и там, что одна стилистика будет, это уже, представьте, вот, идешь, ну, такая красота, да, вот. Вот, на следующих домах у нас то же самое, ну, планируем, да, вход в каждом, из торца у нас уже есть люди, которые там 3-4 года ухаживают за, потому что у нас новый микрорайон, и домам не так много лет, вот, и садят цветы, кусты, ну, большинство многолетники, есть, конечно, однолетники садят, ну, большинство эти многолетние растения, что, естественно, зиму переживут, а там дальше уже будем смотреть, что. Телезрители посмотрят, да, программу тоже захотят себе какие-то клумбы, как-то что-то обустроить, им с чего начинать, куда бежать, к кому обращаться? Начинать нужно с себя, да, и, как говорится, с собой поговорить, продумать о том, что, как бы, потянешь, это, конечно, это очень трудно, это не просто посадил, показал там дальше, да, это уход, это уход, 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 каждый год. Субтитры создавал DimaTorzok